Всем привет, я Даша. Я Лена. И добро пожаловать на наш YouTube-канал. Сегодня у нас будет обзор бренда Simon Andrioli. Да, мы покажем вам лучшие ароматы из данного бренда, протестируем их, расскажем, что лучше выбрать. Да? Начнем? Да. Первый аромат с моей стороны, такое достаточно длинное название, Don't Ask Me Permission называется, в черном флаконе. Здесь, на самом деле, хочется сказать, что черный флакон, такая, видимо, мне кажется, какой-то синеватый. Или у меня более синий? Тут вообще, да, неплохо. А, у тебя черный. Да, в общем, черный флакон, и мне кажется, он самый, судя по всему, сильный здесь будет в этой линейке. Здесь маракуйя, персик, мускус и сахар. Для меня это младший брат Кирки. Или Эрбапуры. Ближе даже к Эрбапуре. Более фруктовый. Конечно, мускус тут тоже явный, с горчинкой. Но, видимо, за счет маракуйи, она тут такая, достаточно яркая, он все-таки ближе к Эрбапуре. Мне нравится, если вы хотите перейти с Кирки, уже он такой больше заезженный. Ну, не такой ядерный, он более спокойный, более носибельный, не будет раздражать окружающих. Да, ну, и плюс не такой заезженный, как Кирки, что-то похожее, но другое. Иногда хочется такого. Но не нам. Следующий аромат, это фиконеро. Это мой самый любимый аромат из данной линейки. Просто какое-то для меня инжирное блаженство. Здесь и инжир, и лист инжира, и кокос. Прям такой прям зеленый, немножко плода инжира, чуть сладковатый. Кокос, если честно, вообще не чувствую. Мне кажется, здесь больше кокосовое молоко, он прям смягчает инжир, потому что обычно, если есть зеленый лист инжира, он такой достаточно едкий, наверное. Прям яркий, зеленый. Здесь он такой поприглушеннее. Очень приятный аромат. Само лето во флаконе. Он ближе по звучанию будет к профуме дефференции Фико и к Пьер Гиом сады Перелоса. Да. Ну, фика мы любим, поэтому фика нера нам зашла вдвойне. Очень круто. Если любите инжир, можно брать вслепую. Ну, хочется сказать, что такой аромат свежескошной травы. Если вы не понимаете, как пахнет инжиром. На лето просто вообще блаженство, реально. Следующий аромат. У меня есть какая-то тяжелая с моей стороны. Все ароматы будут сегодня тяжеленькие. Это Sun Plosion. Здесь манго, гуава, кокосовое молоко и лайм. Однозначно аромат мне понравился. Мне кажется, он такой почти самый популярный, судя по остатку в флаконе. Многим заходит на лето сочный, яркий, фруктовый манго. Мне кажется, его сейчас идеально носить, потому что зимой манго, гуаву, кокосовое молоко странно, наверное, на себе носить. А вот сейчас летом прям супер сладкий, понятный. Не очень сладкий, мне кажется. За счет гуавы какой-то больше такой зеленый. Он как коктейль тропический. Вот он прям тропический, что называется. На мой нос я вообще манго еле-еле слышу, больше гуава, да. И для меня он ближе к Фаедон Антигуа, только там прям совсем гуава яркая, а тут она намного мягче. Такая уже зеленая, с горчинкой, для меня даже немножко мыльная. Ну да. Если говорить о каких-то тоже сходствах, я бы назвала Кассиопею что-то ближе к этому. Если до этого у меня был Киркет, сейчас у меня такое помягче, полегче это Кассиопея. Тренцы подобные ароматы. На лето тоже хорошо, и такой сладости нет. Все в меру? Да. Следующий аромат это уже более сладкие. И, насколько помню, это был самый популярный аромат у данного бренда. Это Leisure and Paradise. Сначала мы его сравнивали как коктейль пинаколада, но сейчас мы поняли, что он вообще не при пинаколаде. Он больше про ваниль, кокос. Очень сливочный, запудривается, мне кажется, слегка. Да, есть в составе еще папайя и ананас. Ананас, если честно, чувствую меньше, больше папайя. Ну, такой прям съедобный. Очень-очень много ванили, но она не приторно-сладкая, такая в меру, я бы назвала. Очень близко к Ричарду Белый Шоколад. Мы сейчас послушали его и поняли, да, это на самом деле не пинаколада, это Ричард Белый Шоколад. Да. Следующий аромат, мне кажется, он такой, один из свежачок. Это Pacific Park, здесь фруктовые ноты, карамель, груша и сахарная вата. Вот там, где груша, я все люблю. Мне нравится, он такой посвежее, немножечко пудровый, чуть-чуть вот эта сахарная вата чувствуется. Мне кажется, он менее сладкий, менее приторный, чем остальные. Хотя по составу и сахарная вата, и карамель, это просто что-то попослепательное должно быть. И кажется, что он как будто бы полегче, чем все, что мы попробовали до этого. Ну, грушу чувствую, но прям, не знаю, она какая-то дюшесная. Да, не зеленая. Не зеленая. Дюшесная, и у меня почему-то в голове сравнение с Bayreda Sundaist. Только там такие горькие цитрусы с сахарной ватой, а тут груша с сахарной ватой. Ну, помягче, чем Sundaist, но в одном направлении. Да. Что-то, все почти на что-то похоже. Не знаешь, хорошо это или плохо. Следующий аромат, это Malibu Party in the Bay. Тоже, мне кажется, один из моих любимчиков. Он не такой сладкий, как все остальные. Здесь лайм, кокос, ром и сахар. Сахар особо не чувствую, а вот цитрусы, ром, чуть-чуть кокосика. Тоже какой-то экзотический коктейль. И по звучанию для меня ближе всего Creed Virgin Island. Тоже там и цитрусы, и кокос, и ром. Да. По суставу почти один в один даже. Для меня это один в один напиток лимончелло. Если вы были в Италии, пробовали, или вам просто нравится это, это просто для меня один в один. Я как будто бы стопочку себе налила. Очень приятный. Безусловно, для любителей цитрусовых. Если вам нравится, сильно цитрусовые. Да. На лето тоже очень хорошо. Он отличается от других ароматов этого бренда. Это сразу заметно. Если в целом вот этот, вот этот, можно как-то перепутать, то здесь абсолютно нет. Да. И, кстати, еще одно сравнение. Он близко к Alphactive Studio, Still Life, только как будто туда еще кокосика добавили. Там тоже цитрусовый сравнение. Still Life как будто бы более чуть мужскую сторону в сравнении с этим. А это такая более женственная версия. Может, Still Life in Rio? Он еще более цитрусовый, да. Также хочется сказать про бренд, что у бренда вообще всего 23 аромата. То есть очень много. И выпускаются они все с 2012 года. Но мы заметили, что все ароматы женственные, мне кажется. Ну, может, мы такие заказали. Да, ну вот все, что у нас сегодня на столе, все такое женственное, фруктовое. Есть какая-то общая нота у этих ароматов. Чувствуется бренд. Потому что везде фрукты. Да. И какая-то база есть, да, общая. Сразу же, мне кажется, понятно, что это за бренд. Да. Ну что, надеемся, что это видео было для вас полезным. И вы подберете себе что-то из Симона Андреоли. Пишите в комментариях, вообще, знакомы вы ли с данным брендом. Есть ли у вас коллекции. Какой аромат хотели бы попробовать из того, что мы рассказали. Мне кажется, это идеальный бренд для лета, для отпуска, для путешествий. И вообще, если вы любите фрукты. Для поднятия настроения. Да. Увидимся в новых видео. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok